Дорогие, приветствую вас с сегодняшним воскресным днём и с нашим престольным праздником. Празднование иконы Божьей Матери Державной, а также с памятью о тех новомучениках бутовских, которые в этот день пострадали и предстали пред Господом. Вот в этом году так удивительно совпало воспоминание Адама из рая и празднование иконы Державной. Мы знаем об истории этих событий. Первые люди, которые жили в раю, в прямом общении с Богом, были чисты, уклонились от исполнения заповедей Божьих. А заповедь была всего лишь фактически одна – не прикасаться к древу познания добра и зла. Некоторый пост был наложен на первых людей, но они были превращены змеем, который сказал «вкусите от этого древа и будете как боги». И что же? Они увидели, что они наги, и за прислушание заповеди отпали от общения с Богом. И после этого род человеческий стинает и плачет об утерянном рае. Но Господь Бог, не желая погибели рода человеческого, послал в сей мир сына своего. Который был предан на крестные страдания и вознес грехи человеческие, взял их на себя. И через его страдания, погребения и воскресения, мы получили возможность входа в жизнь вечную. Мы получили возможность общения с Богом. Но что происходит? Люди не хотят быть с Богом. Они возгордились и решили, что они могут устроить жизнь на земле без Бога. Мы знаем, что в разных народах, в разных странах это отречение, этот отход от Бога происходил разными путями и даже в разное время. Для русского народа 2 марта 1917 года оказался некоторым переломным моментом, когда с одной стороны отстранили от управления страной законного властителя и императора. Удивительно, это произошло на станции Дно, так эта станция называлась. На Дне это произошло. И вместе с тем, в этот день, в селе Коломенском, совсем недалеко от нас, тогда на краю Москвы, теперь это уже Москва, явилась Божья Матерь своей иконой, на которой она изображена, сидящая на троне, держащая символы царской власти. И мы с вами прекрасно знаем, что произошло потом. И то, что мы сегодня празднуем, память новых святых, и вспоминаем более 300 убиенных в этот день на Бутовском полигоне в 1938 году, это является последствием то, что тогда русские люди решили, что они могут жить без Бога и стали убивать друг друга. Великое множество. И вместо счастья, вместо радости получили страх и страдания, которые коснулись практически всех, потому что не надо думать, что те, кто творил эти беззакония, они не боялись, не надо думать, что они не страдали, как бы черствы не были их сердца. Их жизнь была адской. Другим словом, это не назовешь. Они оказались изгнаны от общения, лишены общения с Богом, изгнаны из рая. Подобно Адаму. И вот ныне мы вспоминаем эти события. Наверное, каждый из нас должен в этот день накануне Великого Поста осознать, что без Бога мы не можем жить, потому что наша жизнь превращается в ад. И каким образом нам вернуть утерянные через наши грехи общение с Богом, через покаяние. И вот сегодня Святая Церковь особо нас призывает к покаянию. И через то Евангелие, которое мы сегодня читали на Божественной Литургии, она призывает нас сделать первый шаг к покаянию. Потому что Господь учил, что если вы не простите каких-то обид, может быть, даже совершенно нелепых, которые сидят в нашем сердце в отношении наших близких, то и Господь не сможет простить нам наши прегрешения. И Церковь призывает в этот день посмотреть на себя и обратиться к нашим близким с просьбой о прощении в тех вольных и невольных обидах, которые мы так или иначе нанесли им. А к великому сожалению, ведь мы так часто это делаем, иногда даже не желая это совершить. Если это мы не сможем сделать, то и Господь не сможет нас простить. Поэтому давайте в сегодняшний день посмотрим на себя, обратим нашу любовь к нашим близким, помиримся и пойдем примиренные к нашему Небесному Отцу с просьбой о прощении наших грехов, которые мы совершили в отношении к Нему. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok